МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Осадок от метила". Видно невооружённым взглядом осадок. На чьих могилах расцвёл боярышник. У нас доставлено 24 трупа. Кто травит Россию суррогатами? Могу говори, что хотелось бы. У меня эти два маленьких. Дорого ещё не значит, что безопасно. Здесь подзельный борт. А здесь видно сразу, она напечатана. Золотая жила контрафакта. Они покупали 0,5-е бутылки, покупали эту и выходили. На дне фанфурика. Петиловый спирт не более 75%. И кому теперь всё это расхлёбывать? С хозяином будет говорить полиция, которая приедет ровно через 15-20 минут. Смотрите прямо сейчас. Москва полночь. Обычный с виду магазин. Но именно здесь можно купить эликсир молодости. Непонятно, какого качества у вас алкоголь. Потому что граждане, жители вашего дома жалуются конкретно на то, что вы на постоянной основе торгуете данными эликсирами. Действие у эликсира кратковременное, зато продаётся круглосуточно. Первое. На каком основании вы торгуете ночью? Второй вопрос. Почему вы торгуете? И чем вы торгуете? Где ваши лицензии? Вообще-то эти вопросы должны задавать полицейские. Позже они появятся. А вот это уникальная водочка, которой торгуют... Ребята, вы не имеете право? Мы имеем право, вы скрываете. Вы препятствуете общественному расследованию. Какие там акцизы? На некоторых бутылках вообще нет никаких этикеток. Кстати, это уникальный товар. В каждом из таких магазинов мы находим такую вот открытую водку. Початую водку, как её называют мирные жители, чтобы для тех, кому не хватает, наливать прямо тут. Продавец уникальных товаров всё это время покусывал пальцы, поглаживал бородку и кому-то без остановки названивал. Хозяин, что хозяин хочет поговорить? Старший? Никто не будет говорить с хозяином. С хозяином будет говорить полиция, которая приедет ровно через 15-20 минут. Пусть хозяин поднимается, просыпается и приезжает вот сюда вот. В одном ящике под прилавком стоят и ром, и виски, и коньяк, и водка. Но что их всех объединяет? Самое удивительное, разный алкоголь стоит в одном ящике. И видно, что он приехал, видимо, с одного места. И неужели без стакана не разобраться? Вас как зовут? Руслан? Руслан, ну вы бы сами рискнули выпить такой коньяк? Дерочка, это магазин 4-го года, тут еще никто не отравился. Золотые слова продавца. Здесь еще никто не отравился. Золотые, как и 5 звезд, на криво пришлепанные этикетки якобы дагестанского коньяка, пластиковой бутылки. Вы понимаете, что это левый товар? И этим могут отравиться ваши близкие, друзья, товарищи? А вот и полиция. Сразу видно, очень вежливые люди. Добрый день. Пусть и полночь за окном, но разглядеть пузатые фанфурики можно и при электрическом свете. Если видите, что это противоречит, есть в общем, законодательные сунки, так называемые фанфурики. Вот так, разглядеться. Полицейские оформляют протокол, а продавец Руслан по-хозяйски складывает бутылки в пакет. Нет, давайте вот он не будет там трогать, убить. Что он там прячет? Что там продавал? Я ничего не продаю всегда. Ну, зачем трогать тогда? Все, что грозит этому магазину, штраф. И раз уж магазин работает четвертый год, его круглосуточная прибыль, похоже, окупает любые штрафы. У нас здесь есть магазины, которые мы закрывали по восемь раз. Смешно, да, казалось бы? По восемь раз мы закрывали магазины, которые вместе с полицией выявляли нелегальную продажу алкоголя. И самое удивительное, что хозяева одни и те же. По статистике, каждый год в России закрывают больше ста подпольных предприятий, где разливали суррогатный алкоголь. Это и небольшие подвалы, и огромные цеха. Но неужели все они лишь капля в море неучтенного спирта? Саянск. Самый молодой город в Иркутской области. Таежный лес и могучие сосны, растущие прямо во дворах. Вот только проблема старая. Молодежь уезжает, работы нет. А тут еще в местных магазинах расширили ассортимент настоек. На личный прием обратились несколько жителей города с рассказом о той проблеме, что мужья не имеют постоянной работы, перебиваются с заработками. И вот в городе появился такой напиток боярышник, витосепт, еще на бруньках стоимостью 30-35 рублей, что мужики выпивают, дома устраивают дебоши. Ну и проблему создают себе, семье и детям. Мэр собрал всех торговцев и мягко, по-доброму, попросил не завозить в Саянск бормотуху. Когда было обращение мэра города Саянска, предприниматели откликнулись. Кто-то незамедлительно снял с реализации, кто-то через неделю, кто-то через месяц. Пока в Саянске крестились, гром грянул в соседнем Иркутске. У нас доставлено 24 трупа из квартиры, из подъездов, из канализационных люков и так далее. Сводки больше похожи на фронтовые. Позднее обращение за помощью. Лица находились в состоянии алкогольного опьянения в компании, где окружающие тоже были пьяны. Оказавшись на больничных койках, немногочисленные выжившие утром с трудом открывали глаза и просили не показывать их лица. Стыдно. Выпил другом водки буквально в рюмке. То есть нормально пришел домой, на утро проснулся, потерял зрение. По словам Васи, он хоть и выпивает редко, но в сортах спирта разбирается неплохо. Уже на второй рюмке заподозрил неладное. Запах спирта был, вот именно привкус горький, спиртовой какой-то показался. Даже военные токсикологи с такой отравой столкнулись впервые. Пациенты очень быстро теряют сознание, быстро развивается экзотоксический шок. Разводные мосты и белые питерские ночи. Эта этикетка стала черной меткой для всей Восточной Сибири. Боярышник. Концентрат для принятия ванн. Ну, мы обычно используем его для обезжиривания. Фанфурики, бомики, пузырьки, как их ласково конспиративно не называют. Бутылочки со спиртосодержащей жидкостью. У нас продается разливное пиво, соответственно, у нас есть бутылки, пустые тары. Они покупали 0,5 бутылки, покупали эту и уходили. Несколько месяцев подряд клиенты покупали средства для ванн в хозяйственном отделе, а потом шли в соседней продовольственной за пустой бутылкой. И никого это не удивляло, пока никто не умер. Это содержащее средство боярышник, к нему еще и добавилась водка. Это царская белая береза, финское серебро и пшеничное. То есть у убийцы много чужих имен, но суть одна. И среди тех, для кого рюмка с метанолом стала последней, были не маргиналы и бродяги. От суррогата погибли строители, учителя и даже медработник. Депутаты и общественники, конечно же, сразу отправились не то в показательные... Запрещено торговать в том числе и пивом. Если мы обратим внимание, пиво у нас имеется. Не то в показушные рейды. Боярышников у нас нет и не было никогда. О массовом отравлении в Иркутске заговорила вся страна на самом высшем уровне. Автоматы какие-то с боярышником вешают. Ну просто выглядит это совершенно чудовищно. По делу о боярышнике были задержаны 13 человек. В основном те, кто завез и продавал. Третьего задержанного по делу о массовом отравлении в Иркутске в суд отправил год домашний арест. И хотя адвокат по фамилии Наливайка уверяла, что средством для ванн законом торговать не запрещено. Мой клиент никогда не думал, что это будут употреблять внутрь. То есть он продавал, поскольку он является владельцем киоска, который занимается непосредственно сбытом только товаров бытовой химии. Целенаправленно только бытовая химия, в том числе и боярышника. Виновных похоже нашли. А знали, что запрещено продавать? Но спустя три месяца после трагедии в окошко сибирского ларька по-прежнему стучится рука страждущего и в нетерпении протягивает пригоршню мелочи. И почему нет уверенности, что история не повторится? Ведь трагедию уже успел сменить фарс. Традиции, они же корни наши, а без корней вся жизнь на потеху. Поэтому боярышник соваться со своим уставом Но как ни пой песню Я опять пью боярышник, запивая его далой грязной водой. Она все равно раздается с тоном от Камчатки до Калининграда. Я соберу боярышник с росой, на ключевой воде сварю настой. Он лечит сердце, говорят, ведь в нем любую путь она как я. Во дворе крупного фармацевтического предприятия сам гендиректор встречает ценный груз. Здесь 30 тысяч литров. 30 тысяч литров чистого спирта. Вместе с машиной приходит контрольная бутылочка, в которой находится образец этого спирта. Проверять качество спирта в контрольной бутылочке будет специальная комиссия. И не за богато накрытым столом, а в лаборатории. Только после этого начнется разгрузка. Итак, мы находимся в спиртохранилище. Помещение, как вы понимаете, взрывоопасное, поэтому оно аккредитовано соответствующими службами. Спирт принимается по счетчикам, по ним же и отпускается. Сергей Постельников уверен, утечка невозможна. Может ли затеряться какое-то количество спирта на заводе? Нет, не думаю. Там, где есть возможность ему затеряться, установлены камеры. И мы увидим, где и у кого он затерялся. В хроматографической лаборатории спирт проверяют на содержание метанола. Вот этот огромный пик, это и есть пик этанола. А вот этот маленький печок соответствует метанолу. Три тысячных процента. Но мы его видим. Эти коричневые пузырьки знакомы чуть ли не всем российским бабушкам. Ромашка, тысячелистник, календула. Содержание спирта всего-то 33%. При ангине и гриппе незаменимое средство для растирок и полосканий. Но, похоже, очень скоро разливать настойку придется в наперстке. На самом деле он предназначен для полоскания в основном. И применять его внутрь-то даже неприятно. Он горький. Я не знаю, кто из алкоголиков будет его пить. Но, тем не менее, под раздачу попали все препараты. По словам фармацевтов, Минздрав готовит перечень спиртосодержащих лекарственных препаратов, которые могут попасть под ограничение объемов выпуска. Проще говоря, фанфурики станут микроскопических размеров, в отличие от цен. Я не понимаю, почему пенсионер должен из своей пенсии расплачиваться за то, что кто-то пьет эту продукцию. Почему пенсионер, который 20 капель валияны, должен себе накапать и, так сказать, спать себе спокойно, должен платить из своей пенсии дополнительные какие-то средства для того, чтобы алкоголик мог это пить. Москва, площадь трех вокзалов. Здесь живут Зина и Саша. А на стойках из аптеки по соседству они рассуждают как опытные сомелье. Боярышник сколько стоит? Боярышник 45 рублей. А пустырник? Пустырник 65. А, подороже, да, получается? Конечно. Ну и он, вот по вкусовым качествам, расскажите, как? По вкусовым качествам боярышник лучше. Боярышник лучше. Боярышник лучше лучше. Правда, есть у постоянных дегустаций и побочные эффекты. А пустырник, это так на ноги, да, действует? Да, на ноги и на глаза. Ну, по крайней мере, если ты не выпьешь, что нормально, а если их выпьешь, то у тебя вообще кажется, что у тебя трое человек после тебя. При Храмвое они все равно идут протоптанной дорожкой. И то, чего нет в одной... Вот это, смотри, не хотите, что это стоит у нас. Обязательно найдется по соседству. Аптеки-то сейчас на каждом углу. Вот и получается арифметика на уровне начальной школы. Ну, как получается, водка не дешевле. Это берешь два боярышника, сто рублей. Получается, пузырь водки разводить, если. А водка, получается, двести рублей самая дешевая. Получается, я покупаю вместо пол-литра литр. Вот на этом выгодит его брать. Кто не рискует, тот не пьет боярышник. Добрый день. Рада вас видеть в нашем Доме Трезвости. В Саратовском Доме Трезвости наглядные агитации уделяют большое внимание. Есть даже своя газета с многозначительным названием «Вопреки». Вопреки. То есть, вопреки общественному мнению, которое отрицает вообще саму идею трезвости, мы ее защищаем и мы ее продвигаем. Чего только не делают саратовские трезвенники, вопреки утром 1 января выходят на марафон, «Выпью я с утра комфорт, выпью я с утра комфорт, поют в проруби. Рога мне сдаются на коже. Но зеленый змей хитер и изворотлив. Все меньше и меньше возможностей у силовых структур, у контролирующих органов все-таки реально контролировать торговлю алкоголем. По словам Корольковой, торгуют непонятно кто и непонятно чем. Перед рейдом с нашей программой по злачным закоулкам города саратовские трезвенники на всякий случай предупредили полицию и случилось чудо. Звонил по адресам в полицию, только в полицию. И они при нас закрылись и ушли. Значит, кто-то сообщил. Закрылись нелегальные точки. А что же продают в обычных магазинах? Здесь поддельная марта. Поддельная марта. А как вы примерно... А здесь видно сразу. Она напечатана. Плохо. С размытым этим. Шериф. Магазин этот всего в двух шагах от районной администрации. Коньяк. Стоит и водка. Стоит на витрине. Рядом стоят холодильники с соком. Вот. Попросил бутылки водки. Он достал из коробки, прям не с витрины, а из коробки достал бутылку водки. За 150 рублей. Продавец поначалу даже признал бутылку. Но при виде камеры воспоминание испарилось, не оставив и следа. Ваша же продукция, смотрите. Ваша? Возможно. Ну, у вас сегодня покупали. Посмотрите, какой... Сегодня покупали. Сегодня покупали, да. У вас. У меня покупали такой коньяк. Да. Без акцизов, зато с осадком. Это коньяк, на котором видно невооруженным взглядом осадок, который плавает. И что еще? Нету акцизный маркер в Российской Федерации, только казахстанская. Все то, что было куплено, изъято, мы уже отправили на экспертизу. И совсем скоро выясним, что намешали в эти бутылки и фанфурики. Поселок на окраине города Энгельс, как и местный совхоз, десятилетиями соблюдал заветы октября. Но в 2000-м совхоз разорился, поселок переименовали во Взлетный, тут рукой подать до военного аэродрома. Но еще ближе, до Ларька. Алкоголизм для села огромная проблема. И достаточно сложно с ней бороться. О трагедиях в поселке Взлетный не писали в центральных газетах. По словам Кости, если раньше просто страшно пили, то сейчас страшно, что пьют. Вот у соседа, у фермера работали. Тоже выпивали эти фанфурики и несколько человек умерло уже. То есть вот порядка пяти человек у нас в поселке умерло вот от такого алкоголя. Наталья Королькова из общества Трезвость стыдит местную продавщицу. Та торгует всем смертям на зло. Именно вас будут судить. Я так это делаю, не оставлю. То есть это запротоколируем. Сейчас пойдет сообщение в прокуратуру, Аренину в областное УВД. На задворках уже другого шинка. Вас действительно не научила там трагедия даже в Иркутске, которая произошла. Я не пью, мне никакая трагедия не интересует, понимаете? Если вы не пьете. Ну а зачем вы продаете это? Я не продаю вообще, как к ферме в Литиндии, я просто пришла. Если я не пью, то я не травлюсь. Кому только не обращался фермер Малафей. Просил не продавать фанфурики, хотя бы на время посевной. Так их начали давать в долг. Естественно, нелегальный алкоголь, фанфурики, то есть вот такое дело. Как бороться, если, ну, понятно же, что они не сами этим занимаются, понятно, что их кто-то крышует. Но кто они, загадочные бутлегеры? В Саратовской области сотрудниками полиции обнаружен подпольный цех по производству алкогольной продукции. Производимый здесь суррогат предназначался для отправки в другие российские регионы. Тот самый подпольный цех, где разливались суррогатный коньяк и настойки. Получается ликер-водочный завод и фармацевтическая фабрика в одном флаконе. Главный подозреваемый водитель. Он вез 66 тысяч уже готовых бутылок с паленкой. По документам оформленных как строительная шпаклевка. А за что вас задержали? За то, что я хотел на место отдать политию на штраф. На место короче практически. Ну взятку предлагали, да? Ну не взятка, ну так. В каждом областном городе в областном центре идет производство виски рома джентекила. Хеннесси я вообще не знаю есть ли у России настоящие. Ну теоретически есть. Ну может быть 20 процентов не больше. Это наш местный Хеннесси. Да? Да. Хеннесси 200 рублей стоит? Да. Но он внизу дороже. 300 рублей стоит. Кажется, еще вчера продавцы навязчиво предлагали оценить все богатство винной карты Нальчика. Но по словам знатоков алкогольного рынка времена изменились. С 2009, 10, 11, 12 у нас работает сегодня спиртзаводов ну примерно в 4 раза меньше, чем было вот в тот период. То есть часть из них закрылась, часть из них перепрофилировалась на действительно производство медицинского спирта. Как считает Дробис, хотели как лучше? А получилось, что пусть и нелегалов, но со спиртзавода сменили кустари, которых практически невозможно контролировать. Почему здесь в Иркутске произошла трагедия? Там, где заводское производство, трагедии быть не может. Никогда метиловый спирт в системе заводского производства не попадет. Только в системе кустарного производства. В этот магазин в городе Атомщиков Балакова мы пришли с сотрудниками прокуратуры. Они узнали первыми. У боярошника для ванн появился конкурент. Целебная сила природы. Этиловый спирт не более 75%. Лосьон пчелка. Хоть и косметический с пометкой не принимать внутрь. Ну а вы кому продаете вместо водки, кто приходит покупает вот этот лосьон? Да. Вместо водки, да? Но в этом магазине хорошо идет и в розлив. На разлив разливаете. Ай, а почему пустая? Пчелка зажужжала под прилавками, как только по всей стране объявили войну боярошнику. Впрочем, здесь он тоже есть. Отложен в подсобке до лучших времен. Пожалуйста. Боярошник. Над центральной кассой целый иконостас. Но каяться в грехах перед сотрудниками прокуратуры заведующий не хочет. Наша начальство сказала, выходите с отделом. Руки уберите от меня свои, пожалуйста. Вы мне сказали, выходите с отделом. И не прикасайтесь ко мне, не трогайте, хорошо? Господи, у вас проверка проводится? Или вы не видите, что сотрудники полиции и прокуратура работают? Мне сказали, чтобы вы с отдела вышли. Вам сказали. Вы закон читаете? Так может быть, владелец магазина знает закон? По крайней мере, по телефону Надежда Ивановна была строга. Но увидев прокурорские погоны, дама засмущалась. Она с ценниками у вас? Продается ценник на всех бутылках в ценнике. Ну, это... Я не могу никак объяснить. Ты можешь это объяснить? Кондратьевский проспект Санкт-Петербурга. Именно здесь, согласно данным на этикетке, зарегистрирован производитель того самого концентрата для ванн, ставшего в Иркутске смертельным. Но вот незадача. Корпус дома на этикетке не указан. Да и номера из ТУ просто не существует. Корпусов 64 очень много. Вот они все тут. Ну, тем временем здесь везде жилые дома. Вы ничего такого не слышали? Не слышал. Но о самих фанфуриках здесь, конечно, слышали. Вот там как-то захожу в внучке, брал лекарство. Стоит майор в милиции и два фуфурика берет. Я говорю, коньяк ворда. Он ее посмотрел, как на врага народа. А это уже Москва, Колымажный переулок. Здесь, по соседству с генштабом, должны сидеть производители лосьона пчелка. Но кроме как адреса на этикетке, никаких намеков на загадочных парфюмеров в Колымажном нет. Ну, я не знаю насчет протирки лица, там порядка 50 или сколько там процентов спирта получился. Это будет очень сушить кожу. Я не знаю, протирается, нет, это больше вопрос к парфюримерам. Проще говоря, наносить на лицо косметический делах нормы для водки и спирта люкс. Ее, конечно, нельзя применить для водки, но проходят в эти нормы. А это коньяк из Саратова. Тот самый, что выпал в осадок и выпал неспроста. Это не коньяк, а тоже чисто водно-спиртовая смесь, подкрашенная. И ведь формально придраться не к чему. На бутылке смеси мелким шрифтом пропечатан лишь казахский гост. Пойди, найди, кто его привез. Никто пока не умер, и слава богу. Здесь не соврали, а по градусам соответствует. Ну, такой дешевый напиток, грубо говоря, ради градуса и покупается. Сейчас акциз для парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии равен нулю. Но кто даст гарантию, что введение нового налога спасет страну от суррогатов? Выпьем за Родину, выпьем за Сталина. Это все блеф. Этого нет на самом деле. Алкоголь – это несчастье. Вы спросите людей, которые живут с алкоголиками, вот с теми, кто пьет боярки. Свой собственный ответ на вопрос, пить или не пить, Сергей Мазаев нашел не сразу. Родилась дочь, и я подумал, боже мой, ну я же жил когда-то без алкоголя. Ну, то есть я был молодым парнем, когда я не пил водку. Я занимался плаванием, лыжами, там, играл на кларнете. За 4,5 года хождения по врачам он 9 раз оказывался на дне стакана. Но с тех пор не пьет уже 17 лет. Теперь это его моральный кодекс. Сегодня Мазаев уверен, запретами и повышением налогов проблему алкоголизма и суррогатов в стране не решить. Нужно возвращать вытрезвители и ужесточать регламент. Не надо ничего запрещать никогда. Хочешь пить, есть питейное заведение. Иди домой пей. Но дом и в этом случае вряд ли станет крепостью. Разве что все будет зависеть от крепости содержимого фанфурика. По статистике из-за спиртного и связанных с ним проблем в стране ежедневно умирает почти тысяча человек. И по ним никто не объявляет трауру. У меня лежит не один товарищ на одном из тех деревенских кладбищ, где теплый ветерок. На овальной фотке песенку поет о паленой водке.